Вас приветствовать от лица Министерства просвещения, Центра Олимпиадного движения. Еще раз традиционно напоминаю, что мы проводим осенние консультационные вебинары. Стартовал школьный этап Всероссийской Олимпиады школьников. И совместно с Центральными предметно-методическими комиссиями проводятся вебинары для членов предметно-методических комиссий школьного и муниципальных этапов. Все записи вебинаров вместе с презентациями будут направлены в органы исполнительной власти, координаторам регионального этапа от субъекта на почту. Вы получили приглашение на эти вебинары от конкретных адресов, которые вам прислали непосредственно это приглашение. От них же вы получите и ссылку сегодня вебинарах, вебинарах, которые вы прослушаете. Сегодня вебинары пройдут по немецкому языку, по испанскому языку и по французскому языку. Соответственно, запись вебинара и презентация, просто я вас очень прошу больше не спрашивать в чате, будет или не будет. Будет обязательно всем. Работа. Я просила вчера, кто слушал нас внимательно, может быть, уже подготовить вопросы, но, к сожалению, вопросов ни на один интернет-ресурс не пришло. Но, может быть, и их и нет, в принципе. Такое тоже может быть. Все понятно, потому что достаточно детально прописаны методические рекомендации к проведению школьного и муниципального этапов. Несмотря на то, что внесены изменения в порядок и есть определенные нюансы, но о них, я думаю, сегодня расскажут председатели Центральных предметно-методических комиссий по немецкому, французскому и испанскому языкам. И вы зададите им вопросы. Вопросы прошу задавать в чате непосредственно для того, чтобы спикер ответил. И, конечно же, если останутся вопросы, прошу их направлять на адрес Центра Олимпиадного движения. Коллеги в Центре дадут развернутый полный ответ на ваш поставленный вопрос. Я всем желаю продуктивной работы. Удачи! Продолжение следует... 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 Дорогие коллеги и друзья, я очень надеюсь, что меня слышно и может быть даже видно. И я на самом деле пока еще не могу точно определить количество подключений, но на самом деле мне кажется, что все те, которые сегодня хотели принять участие в нашем вебинаре, где мы традиционно расскажем о некоторых особенностях проведения Всероссийской Олимпиады школьников по немецкому языку применительно к школьному и муниципальному этапам, то вы уже, конечно, с нами на связи. И я очень надеюсь, что сегодня с нами работают наши добрые друзья, я имею в виду все те коллеги, которые заинтересованы в развитии Олимпиадного движения, обеспокоены тем, чтобы провести и школьный, и муниципальный этап на высоком уровне, и чтобы ваши ребята дошли до регионального этапа и, конечно, до заключительного этапа. Вы знаете, что мы нашу Олимпиаду проводили в прошлом году, я бы так сказала, на рубеже 2020-2021 года в достаточно сложном режиме, и для нас это тоже был серьезный вызов, и мы, конечно, имели свои определенные опасения, но, тем не менее, слаженность команды и вот такое взаимодействие и с вашими координаторами, и с коллегами, которые хотели с нами сотрудничать и хотели как можно лучше выполнить свою работу, конечно, контакт состоялся, и поэтому результаты были весьма достойные, очень-очень приличные. И вы, наверное, тоже видели, что ваши ребята, невзирая на самые разные обстоятельства, тем не менее, показали очень хорошие результаты. Поэтому, прежде всего, мы благодарим вас за то, что вы ребят отбираете на школьном этапе, за то, что их тренируете на муниципальном этапе, и то, что на региональный этап и потом на заключительный, они уже выходят достаточно хорошо подготовленными, и не было ни одного случая, я здесь обращусь к статистике, где бы ваши ребята не справились с теми или иными заданиями, где бы им было некомфортно, или где бы они чувствовали, что у них недостаточно компетенции для того, чтобы решать наши тестовые задачи и выполнять наши сложные творческие конкурсы. Ну что ж, дорогие коллеги, если разрешите, еще я традиционно в своем вступлении поблагодарю Министерство просвещения Российской Федерации, поблагодарю наших коллег, которые работают в Федеральном центре Олимпиадного движения, потому что без взаимодействия с нашими коллегами, без нашей такой вот ежедневной, я бы сказала, рутинной работы, которая, конечно, у всех занимает достаточно много времени, наверное, Олимпиада не была бы такой успешной. Поэтому, дорогие коллеги, пользуясь случаем, я только еще раз хочу вас поблагодарить за понимание, за поддержку и за понимание того, что мы работаем в разных ипостасях, и, конечно, у нас самые разнообразные задания и поручения, но, тем не менее, мы держимся за Олимпиаду и очень рады всем успехам, особенно наших ребят, потому что это дорогого стоит. Ну что ж, сразу же хочу сказать, что очень многие коллеги присылали свои вопросы, мне экран не листается слайд, можно как-то это помочь немножечко мне, да, еще раз, да, извините. Тем не менее, значит, очень многие коллеги, поскольку мы с вами уже сотрудничаем и работаем, и вы знаете, что мне можно позвонить по телефону, и коллеги из регионов звонили, когда были какие-то сложные вопросы или требовалась консультация, да и просто коллегиальная поддержка или коллегиальное понимание. Многие писали мне на почту, и вы знаете, что мы, в принципе, на все вопросы ваши отвечали, и вот уже сейчас, в преддверии консультационной нашей такой встречи, были некоторые вопросы и от коллег из регионов, и я пообещала, что сегодня я на них остановлюсь. Но если разрешите, все-таки мы пойдем немножко по порядку, и там, где эти вопросы я смогу, ответы на эти вопросы смогу вплести в конву своей презентации, то ровно так я и сделаю. Итак, коллеги, на всякий случай еще раз посмотрите нормативно-правовую базу. Вы знаете, что были внесены определенные изменения. У нас, например, были изменения внесены и в работу Центральной предметно-методической комиссии, и мы в соответствии вот с новым регламентом, с новыми пунктами тоже проводим достаточно большую работу по формализации нашего взаимодействия и смен просвещения и, соответственно, с Федеральным центром олимпиадного движения. Ну вот этот момент упорядоченности, он, наверное, уже назрел. И на самом деле вот такая вот нормативно-правовая база, она позволяет, наверное, более четко установить регламент наших взаимодействий и избежать возможных проколов, которые неизбежно возникают, ну потому что реальная ситуация все равно диктует какие-то свои обстоятельства, и мы вынуждены с этими обстоятельствами работать и вынуждены решать самые разные вопросы. Уважаемые коллеги, этот материал вы можете найти и на официальных ресурсах, и, естественно, что этот материал также отражен и в наших рекомендациях по проведению школьного и муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. На всякий случай, еще раз напоминаю, коллеги, цель Олимпиады, я не буду зачитывать слайды, но тем не менее, понимаете, что задача у нас достаточно сложная, она такая многоаспектная и многовекторная, потому что, с одной стороны, мы должны выявить талантливых и одаренных ребят в области немецкого языка и культуры, с другой стороны, мы должны потихонечку развивать у них творческие способности и возбуждать интерес к научной и научно-исследовательской деятельности, и, конечно, всячески пропагандировать научные знания. Вы знаете, что мы работаем в соответствии с дорожной картой, это научно-технологическая карта нашего взаимодействия с немецкоязычными регионами, и, конечно, мы крайне заинтересованы в том, чтобы наши ребята помимо общих знаний о культуре и о немецком языке, а также и потихоньку формировали профессиональные компоненты в разных отраслях знаний. И напоминаю, что у нас с вами велись дискуссии, мы все время отвечали на ваши вопросы, почему мы, например, сегодня говорим о химиках, завтра говорим о физиках, иногда говорим о ковиде, иногда говорим о вирусологах и многие другие темы затрагиваем. Все это связано именно с научно-технологическим развитием, и мы знаем, что еще на протяжении нескольких лет данная дорожная карта будет функционировать и будет работать, и мы находимся с вами в тренде и работаем в соответствии с теми задачами, которые ставит перед нами наше государство. Сроки окончания этапов Олимпиады. Я знаю, что коллеги на местах сами выбирают для себя даты проведения школьного и муниципального туров, но, тем не менее, есть определенные сроки, которые мы должны соблюдать. Так вот, школьный этап не позднее 0.1 ноября, и, соответственно, муниципальный этап традиционно мы завершаем в канун католического Рождества. До 25 декабря. Что касается формы проведения Олимпиады, да, безусловно, ситуация может меняться. Мы знаем, что бывают разные ситуации в регионах, но, тем не менее, мы очень рассчитываем на очное проведение Олимпиады. Единственное, что мы просто заранее рекомендуем, но вот исходя, опять же, из опыта, все-таки предусмотреть в части, касающейся возможности использования информационно-коммуникационных технологий, с тем, чтобы все-таки провести школьный и муниципальный этап в указанные даты, в установленные сроки, и с тем, чтобы не сложилась такая ситуация, когда срочно нужно принимать решения, менять форматы, а лучше заранее, конечно, подготовиться. Ну вот, мы в этот раз опробировали информационно-коммуникационные технологии в части показа Олимпиадных заданий, анализа Олимпиадных заданий, проведение процедуры апелляции, и можем сказать, что эта технология себя в целом оправдала. Конечно, мы очень скучали по нашему межличностному общению, взаимодействию, но, тем не менее, с точки зрения, опять же, защита вашего здоровья и ваших ребят, прежде всего, естественно, что этот формат был на тот момент востребованным и очень для нас всех нужным. Итак, напоминаю, что школьный этап Олимпиады проводится среди 5-11 классов и муниципальный с 7 по 11 классов включительно. Письменный тур. Безусловно, все нюансы прописаны в наших требованиях, и я уверена в том, что вы уже с ними ознакомились. Если еще нет, то сегодняшнюю встречу рассматривайте как некое такое краткое введение в проблематику, в тематику, и, соответственно, просто можно еще раз уточнить некоторые ключевые моменты, которые вам нужно будет учитывать при проведении как школьного, так и муниципального этапов. Итак, письменный тур включает 4 тестовых задания и творческое задание – письмо. Новации. Немножечко мы скажем о новации. Дело в том, что если раньше мы достаточно гибкий и такой плавающий временной регламент указывали, исходя из того, что на практике мы знаем, что ребята, кто учится еще в младших классах, им требуется, может быть, меньше времени на подготовку и на реализацию того или иного задания. В более старших классах ребята работают более вдомчиво, и цена ошибки там очень велика, и поэтому им требуется больше времени, но, тем не менее, мы временные регламенты до этого вот так вот серьезно и детализировано не прописывали. Но в этот раз, и мы благодарим, опять же, наших коллег из Минпросвещения и из Федерального центра Олимпиадного движения, что вот именно эти моменты уже предусмотрены и в наших требованиях. Итак, мы письменный тур разбили по классам и указали, соответственно, академические или астрономические часы в зависимости от того, сколько времени занимает тот или иной тур. Я не буду еще раз останавливаться на этих цифрах, вы видите на экране, но мы предлагаем все-таки письменный тур для более младших школьников сделать достаточно таким объемным, но не максимально возможным, то есть мы предусматриваем до 90 минут, седьмые и восьмые классы до 135 минут, то есть это три академических часа, и девятые и одиннадцатые классы, конечно, у них уже задания усложняются, и поэтому им придется работать четыре академических часа, это порядка, но мы пишем 180 минут, то есть как максимальное время, максимальный, да, возможный период времени, который они могут затратить на выполнение письменных заданий, на выполнение как тестов, так и творчества письма. Устный тур. Мы тоже здесь предусмотрели длительность подготовки, и если вы увидите, то ребята, кто помладше, они работают и готовятся в течение 30 минут, седьмые и восьмые классы 45 минут, девятые и одиннадцатые классы 60 минут. Это уточнение тоже носит непраздный характер, потому что иногда ваши коллеги обращались там с вопросами, что вот здесь указано, например, 45 минут, здесь указано 60 минут, и мы уточнили эти требования, еще раз повторюсь, это благодаря вашим замечаниям и вашим вопросам, и вашему, опять же, неравнодушному отношению к олимпиадному движению, но здесь мы всегда тоже давали достаточно гибкий такой временной отрезок, исходя из реальной ситуации, не более 60 минут, и поэтому мы указывали максимально возможное время для подготовки к устному туру. Сейчас же мы регламентируем эти временные промежутки, и, конечно, задачи организаторов и тех лиц, которые обеспечивают организационно-технологическое сопровождение олимпиады, придерживаться указанных временных регламентов. Длительность групповой презентации. Мы исходили из того, что максимально большая группа – это до пяти человек, и здесь мы можем видеть, что пятый, шестой классы каждый из участников должен проговорить примерно одну минуту по времени, седьмые, восьмые классы – чуточку больше, и мы тоже исходим из того, что им нужно больше, что есть сказать, и девятый, одиннадцатый классы, конечно, это уже полноценная презентация, где ребята говорят порядка двух минут. Напомню, что это страница текста формата А4, Times New Roman, четырнадцатый шрифт с полуторным интервалом. То есть это достаточно мощный получается текст для того, чтобы мы могли определить уровень сформированности устной межкультурной коммуникативной компетенции. Были вопросы из регионов, которые были связаны с тем, что есть регионы, где не формируется группа, например, там из двух-трех человек. И вот здесь мы и в письменных своих ответах, и опять же в устных консультациях настоятельно рекомендуем этих ребят либо приписывать той площадке, где есть большее количество участников, либо уже смотреть по обстоятельствам. Ну, значит, мы исходим из того, что все-таки должна быть речь, речь с воображаемым собеседником, и она должна длиться, скажем, для ребят пятого-шестого класса не менее минуты, не менее полутора минут для учеников седьмого-восьмого класса и не менее двух минут для участника девятого-одиннадцатого класса. То есть вот здесь, конечно, задача немного усложняется, но тем не менее мы все равно считаем, что это вопрос организационный, и если вы уже сталкиваетесь с такой ситуацией, это не беда, это не трагедия. Ваша задача и наша общая задача, чтобы ребенок выступил, выступил не по заготовленному тексту и выступил так, как будто он разговаривает с воображаемым собеседником. Ну, понятно, что здесь, конечно, требуется определенная доля фантазии, но тем не менее еще раз подчеркну, что эта задача решаемая. Почему индивидуально-групповое задание мы предусматриваем? Был этот вопрос, потому что считается, что Олимпиады – это индивидуальное состязание, и то, что только участник отвечает сам за себя. Да, это верно, и мы ни в коей мере не отказываемся от этого утверждения, но учитываем специфику немецкой культуры. Вы знаете, что есть культуры индивидуалистские и коллективистские. Вот, например, немецкая культура – она коллективистская, китайская культура – тоже коллективистская. И очень важно, очень важно для немецкоязычного социума, чтобы ребята могли взаимодействовать друг с другом, не зная друг друга, впервые увидев друг друга, с тем, чтобы они соблюдали правила вот такого межличностного взаимодействия в рабочей атмосфере, в проектной деятельности, в проектной среде. И на самом деле для ребят очень важно устанавливать контакты со своими сверстниками, с людьми, которые они видят в первый раз в своей жизни в глаза. И это очень важно именно применительно к немецкой культуре, к немецким традициям и их социокультурному взаимодействию. Поэтому здесь мы просто просим вашего понимания. И одновременно тоже, когда возникает вопрос, зачем, например, проводить устный тур у ребят, который учится в пятом-шестом классе, зная недостаток и учебных часов, и не всегда достаточно находится времени в рамках дополнительных занятий, чтобы работать с ребятками по иностранному языку. Но тем не менее мы все-таки считаем, что когда вы видите некий потенциал у ваших подопечных, конечно, нужно каким-то образом разрабатывать для них индивидуальную или индивидуализированную дорожную карту с тем, чтобы постепенно развивать у них навыки устной и письменной речи. И вы понимаете, что от вас здесь зависит успех каждого участника алюбиады, вашего подопечного, того ребенка, с кем вы работаете. И на самом деле я понимаю, что это большой вызов для вас и для нас всех на самом деле. Мы тоже не исключение. Это очень сложная и серьезная задача. Но если мы ничего не будем делать, то у нас тогда и одаренных, и талантливых не будет. И тогда мы не будем развивать и лингвистический потенциал, собственно говоря, у ребят, с которыми мы работаем, и за которых мы несем ответственность в плане развития их иноязычной компетенции. Ну, это мысли вслух. Далее. Можно посмотреть еще вот такие замечания. Межкультурная специфика устного тура. Я уже про это с вами говорила. И здесь мы смотрим тоже и видим, что... Да, еще раз разблюдовку по времени. Просто обращаю ваше внимание на то, что по применительному к муниципальному этапу немножко меняются временные регламенты. Вы знаете, что в муниципальном этапе уже ребята работают только седьмых, восьмых классов, девятых, одиннадцатых классов. Обратите на это внимание. Устный тур также меняется. Подготовка седьмых, восьмых классов длится 45 минут, и девятый, одиннадцатый классы, но мы знаем, что им времени может потребоваться больше, 60 минут. И длительность групповой презентации, еще раз мы здесь уточняем, 7-9 минут для участников седьмых, восьмых классов и до 12 минут для участников девятых, одиннадцатых классов. Расчет здесь достаточно простой. Я просто еще раз на это обращаю внимание, что где-то седьмые, восьмые классы говорят порядка полутора минут. Каждый участник должен примерно это время проговорить. А девятые, одиннадцатые классы примерно две минуты. С тем, чтобы можно было уже оценить со всех сторон уровень сформированности именно устной компетентности наших участников. Так, следующее. Итак, немного о заданиях как для школьного, так и для муниципального этапа. Да, шесть конкурсов, и мы с вами о них только что говорили. У нас четыре теста. У нас с вами творческое задание «Письмо». Там будет дальше в презентации указаны конкретные примеры заданий. Мы немножко на них подробнее, может быть, остановимся. А может быть, вы их изучите самостоятельно. Посмотрим по тому, как пойдет сегодняшняя наша встреча. Далее у нас идет устный тур. И, соответственно, вот здесь вот есть определенные правила, которых мы можем придерживаться. Хочу сразу же сказать, что очень многие вещи у нас не были прописаны в требованиях. Они были указаны, но, опять же, скорее в общем формате, без дальнейшей детализации. И вот благодаря нашему взаимодействию с Министерством просвещения и Федеральным центром Олимпиадного движения были внесены соответствующие уточнения, которые, на наш взгляд, мы полностью согласны с нашими коллегами, конечно, облегчат подготовку к работе. И, опять же, снимут вот такие вопросы, которые возникают именно во время проведения школьного или муниципального этапов. Безусловно, что все коллеги, которые задействованы и в работе в качестве членов жюри, и в качестве организаторов, конечно, волнуются. И, конечно, всегда возникают какие-то самые бытовые, обыденные вопросы. А вот как вот это посчитать? А куда отвести? А сколько человек может быть в аудитории? И это совершенно нормально. Вот мы постарались в этот раз в методических рекомендациях максимально приписать вот эти детали, которые позволяют вам максимально логично, максимально комфортно для себя и для участников Олимпиады организовать проведение школьного и муниципального этапов. Мы же понимаем, что это самые массовые этапы. И когда у вас приходят несколько сотен ребят, ну, конечно, и с ними нужно отработать весь блок, и нужно всех разместить в аудитории, нужно всем обеспечить определенные условия, нужно избежать, опять же, да, каких-то, может быть, технических погрешностей, организационных погрешностей. Конечно, ответственность очень высокая, и, конечно, любое вовремя сказанное слово или подсказка, конечно, она облегчает, существенно облегчает работу целого коллектива, который, безусловно, волнуется. Ну, потому что мы все в душе, наверное, в глубине души своей отличники, нам хочется всегда выступить хорошо, сделать что-то хорошо, и чтобы, да, все, чтобы получить хорошую, позитивную обратную связь. Так вот, есть вещи, которые, на первый взгляд, кажутся обыденными и совершенно очевидными, но, тем не менее, мы их прописываем. Значит, оценка выполнения участником любого задания, вы видите, не может быть отрицательной. То есть либо это 0 баллов, либо это плюс сколько-то баллов. Далее, если итоговая оценка за выполнение заданий определяется путем сложения суммы баллов, набранных участником за выполнение заданий письменного и устного тура с последующим приведением к 100-бальной системе, то максимальная оценка по итогам выполнения заданий составляет 100 баллов. Да, здесь такая ситуация у нас складывается, и так иногда бывает, что нужно работать со 100-бальной системой. Этому есть различные объяснения, обстоятельства, которые диктуют переход в 100-бальную систему. Ну, в частности, если, да, например, пересчет баллов автоматизирован или должна быть опробирована какая-то определенная программа, которая позволит, которая облегчает подсчет баллов. Мы, равно как и многие другие коллеги, остаемся в своей парадигме. У нас общая сумма баллов составляет 120 баллов, но, тем не менее, мы предусматриваем возможность пересчета, если такое решение будет принято, что мы все работаем в 100-бальной системе, и вводим определенный коэффициент. Вот он у нас составляет 0,834. Есть еще один такой вот тоже момент или нюанс. Мы понимаем, что и всячески рекомендуем на всех этапах, конечно, не отказываться от шести конкурсов, невзирая на сложность школьного и муниципального этапов, но мы понимаем, что пандемическая ситуация тоже может внести свой вклад во все наши замечательные планы. И для того, чтобы, например, все равно Олимпиада состоялась, мы знаем, что в ряде случаев нам придется отказаться от устного тура. Это наше коллегиальное решение вообще всех председателей Центральных предметно-методических комиссий по иностранным языкам, что если вдруг такая ситуация складывается, то мы отказываемся от проведения устного тура. Но тогда у нас может варьировать количество баллов, и вот применительно к немецкой Олимпиаде мы оставляем зазор в 5 баллов и настоятельно рекомендуем тогда увеличить количество заданий по аудированию с 15 до 20, то есть увеличить количество вопросов и заданий именно по этому конкурсу, именно по этому тестовому заданию. На наш взгляд, это позволит нам не работать, не менять форматы других заданий, и нам кажется, что это такое оптимальное решение, наименее трудозатратное для организаторов Олимпиады, для тех, кто будет, собственно говоря, задействован и в подготовке ребят к разным этапам с Российской Олимпиады школьников, в нашем случае по немецкому языку. Еще раз напоминаю, что за каждый правильный ответ начисляется 1 балл, за чтение мы начисляем 20 баллов, аудирование 15 баллов, в случае, если мы отказываемся от устного тура, это количество баллов увеличивается до 20 баллов, лексико-грамматический тест 20 баллов, лингво-страновическая викторина 20 баллов, креативное письмо 20 баллов, и конкурс устной речи, один из самых сложных конкурсов, 25 баллов. Расчеты вы видите, естественно, что вы это можете сделать самостоятельно, еще раз просчитать, еще раз посмотреть, но вот формула здесь уже, в принципе, задана, она очень простая, и можете воспользоваться указанным на слайде коэффициентом. Итак, почему мы рекомендуем все-таки проведение всех конкурсов? Конечно, это связано с комплексной проверкой уровней сформированности межкультурной коммуникативной компетенции. И дело в том, что сама межкультурная коммуникативная компетенция явление очень сложное, многогранное, опять же, и мы считаем, что каждый из конкурсов позволяет проверить хотя бы часть этой коммуникативной компетенции. И вот если, например, тест чтения мы проводим, то речь идет о рецептивных умениях и навыках содержательного анализа письменных текстов различных типов. Но на самом деле, для того, чтобы, может быть, было это более наглядно или понятно, мы бы сказали так. На самом деле ребята должны вычленить главную информацию, второстепенную информацию. По большому счету от них требуется вот это умение, и вот это понимание, что я вижу, что вот это главное в этом тексте, а это та информация, которая может быть избыточной, или которая является здесь лишней, и ее можно опустить, она не несет какого-то ключевого значения в этом тексте. И второе то, что ребята должны уметь сравнить, то есть увидеть, например, чем отличается одно высказывание от другого. Конечно, вот это отличие, оно видно, прежде всего, на лексическом уровне, но мы стараемся в своих заданиях и настоятельно рекомендуем этим тоже пользоваться при подготовке, при разработке своих заданий на определенные подсказки. То есть сочетание, например, временных форм, наличие отделяемой приставки, может быть наличие какого-то управления при использовании того или иного глагола или иного какого-нибудь комплексного знака, который встречается в этом тексте. То есть постарайтесь какие-то, может быть, сигналы такие чисто лексические, грамматические, лексико-грамматические все-таки включить для того, чтобы ребятам было полегче работать с этим сложным заданием чтения. Вы знаете, что ребята сейчас читают не всегда так, как хотелось бы, но тем не менее все равно при изучении иностранного языка этот навык требуется и, соответственно, его нужно формировать. Поэтому мы вот свои какие-то пожелания сейчас и высказываем. Аудирование. Аудирование. Мы понимаем, что в стране изучаемого языка или при общении с носителем языка есть такое явление, как естественный темп речи. И понятно, что к этому естественному темпу речи нужно привыкать, его нужно уметь слышать и слушать и вычленять главную информацию, опять же, отделяя ее от второстепенной информации. И мы стараемся, конечно, использовать аутентичные сообщения и, конечно, стараемся делать тематику или предлагать тематику повседневного на более старших уровнях общественно-политического и для семи-восьмиклассников бытового характера. То есть та тематика, которая могла бы быть интересной, та, которая так или иначе соответствует их возрастным интересам. Ну, напомним, да, опять же, возвращаясь к чтению, что самое сложное задание – это «штейтный стим-текст». Но мы об этом еще с вами поговорим. И если нужно будет, еще раз подскажем, как лучше работать с такими заданиями. И всегда еще раз мы подчеркиваем, что союза, пунктуация, форма глагола, приставки, сочетание времен и так далее – это те подсказки, которые помогают ребятам при выполнении чтения и помогают, конечно, при выполнении заданий, в том числе и по аудированию. Для аудирования мы рекомендуем, конечно, не очень большие фрагменты. И исходим из таких соображений, что, конечно, маленьким ребятам достаточно будет аудиофрагмента длительностью 1-1,5 минуты, ну, потому что все-таки это сложный аутентичный текст. И, конечно, большего формата или большего объема текстом будет тяжело просто услышать. Для 7-8 классов все-таки можно уже сделать 2-2,5 минуты. И 9-11 класса мы рекомендуем аудиозаписи до 3 минут. И далее ребята работают с двумя типами заданий, где им предлагается определенное количество высказываний, и где ребятам нужно будет выбрать один верный вариант из трех предлагаемых вариантов. И далее идут вопросы тоже с вариантами ответа по содержанию аудиотекста. Напомню, и традиционно мы это делаем, я понимаю, что вы с этим знакомы, но когда вы ставите аудиотекст, конечно, лучше всего дать вот такое 10-секундное прослушивание ребятам, чтобы они вам еще раз подсказали или дали обратную связь, слышно им, хорошо ли идет звук и все ли им понятно. То есть потом вы уже можете запускать текст и будете уверены в том, что качество записи соответствует всем ожидаемым требованиям. Что мы еще здесь предлагаем? Конечно, мы предлагаем полностью и аудиофрагмент, и паузы, и сами задания. Я имею в виду формулировки заданий с временными отрезками уже наговорить заранее с тем, чтобы тест по аудированию проходил уже без вмешательства, собственно говоря, члена жюри или организатора, который находится в помещении, где проходит тот или иной олимпиадный тур. Это, опять же, такие мелкие, может быть, незначительные на первый взгляд замечания или комментарии, но, тем не менее, они иногда очень важны. Лексико-грамматический тест, да, мы знаем, что он самый сложный. И когда у нас была обратная связь с регионами, и когда мы готовили аналитику по заданиям, смотрели, с какими заданиями ребята справлялись, не справлялись, смотрели ваши комментарии, комментарии и тренеров, и комментариев организаторов Олимпиады, да, там все ли устраивало, все ли подходило по формату к тому Олимпиады и многие другие вещи. Мы очень благодарим тех коллег, которые не поленились и дали нам обратную связь. На самом деле почти все регионы, которые вот участвовали в этом опросе, мы получили порядка, ну, мы получили ответы из 75 регионов, 76 даже, и большая часть из них содержала, конечно, только спасибо, и на самом деле содержала очень высокую оценку нашей деятельности. Мы вас благодарим за то, что вы понимаете, сколько мы работаем для того, чтобы Олимпиада состоялась, чтобы все-таки все было выдержано по правилам, по регламентам и с тем, чтобы ваши ребята могли реально показать уровень сформированности своей, компетентности в области немецкого языка и культуры. Тем не менее, по лексико-грамматическому тесту были вопросы, были комментарии, которые были связаны с тем, что недостаточное количество часов для подготовки ребят к различным этапам Всероссийской Олимпиады школьников в ряде школ. Немецкий изучается в качестве второго или вообще даже нигде не предусмотрено, и ребятам приходится заниматься самостоятельно. То есть мы понимаем все эти обстоятельства внешне и благодарим вас еще раз только за то, что вы не бросаете подготовку этих ребят и стараетесь их вывести на достаточно высокий уровень. И здесь еще раз повторюсь, что вот в лексико-грамматическом тесте попробуйте использовать вот прием вот этих подсказок. Мы эти приемы тоже используем и всячески стараемся тоже ребятам подсказать, учитывая то обстоятельство, что не все имеют возможность изучать немецкий язык, скажем, в гимназии или в лицее или в предуниверситариях, например. То есть ваши сложности мы очень хорошо понимаем. Письмо. Творческое задание. Вы его знаете. Обычно там вписывается срединная часть. Есть начало и конец текста. Мы там тоже сейчас в методических рекомендациях указали временные регламенты, количество слов немножко уточнили. То есть всю эту информацию вы также можете увидеть и в этом документе, который опубликован на всех официальных ресурсах. И лингвострановедческая викторина. Мы проверяем знания разного типа. И сейчас я еще раз остановлюсь на том, что в этом году у нас тематика опять изменилась. И в этом году, опять же, пользуясь вашими пожеланиями и желанием какие-то памятные даты учитывать при подготовке наших ребят к Олимпиаде, мы, конечно, остановились на двух таких темах, которые мы считаем сейчас очень важными. Ну, первая часть викторина будет посвящена биографии творчества выдающегося писателя Эрнста Теодора Амадея Гоффмана, Этига Гоффман, потому что в аккурат 22-м году мы празднуем его юбилей. Но, к сожалению, не очень радостно, потому что в эту памятную дату он ушел в 22-м году из жизни. А вот вторая часть викторины посвящена творческой биографии Федора Михайловича Достоевского. И напомню, что тоже юбилейный год, но только 21-й, 1821-1881 годы. И мы сузили тему, опять же, по вашим просьбам. Мы сейчас будем разрабатывать материалы, вот уже к региональному этапу и, соответственно, к заключительному, связанные с... Те задания, которые будут связаны с его пребыванием в Германии, прежде всего, в городе Виспадене. И, конечно, мы очень надеемся, что вот такое сужение темы очень поможет вам при подготовке ребят, с одной стороны, и, с другой стороны, конечно, сконцентрирует вас на биографии и творчестве и сконцентрирует вас на лимбо-страновической части именно немецкоязычного региона. И устный тур тоже способствует, конечно, оценке, и, прежде всего, оценке уровня сформированности устной межкультурной компетенции. И, как я говорила ранее, речь идет о социокультурном взаимодействии, потому что, еще раз подчеркну, германская культура и немецкая культура являются коллективистской. Ну, немножечко по формулировкам заданий. На самом деле мы стараемся сохранить эти формулировки, они уже выверены, и если вы на них посмотрите, то вы увидите, что задания к тесту по чтению состоят из двух частей, Teil 1 и Teil 2. Формулировки вам знакомы. Понятно, и понятен и сам регламент. Нужно выбрать правильный вариант, который соответствует содержанию текста. То есть здесь задано уже все, что вы можете использовать в вашей работе при подготовке того или иного тестового задания для школьного и муниципального тура. Еще раз, пожалуйста, посмотрите на формулировки, они вам пригодятся. Если вы захотите их видоизменить, пожалуйста, это тоже вполне возможно по одной простой причине, что мы все-таки разрабатываем рекомендации, и если вы считаете, что какая-то формулировка более сложная, вы хотите ее упростить или наоборот в каких-то случаях усложнить, то мы приемлем и принимаем любые варианты, которые вы предлагаете, но вот сами остаемся вот в этой парадигме. Следующий тест – это аудирование еще раз, опять же, да, с формулировками, с конкретными заданиями. Конечно, внутри может все немножечко варьировать, да. Например, задание первой части вы можете, ну вот вы решили, что у вас будет там задание не 1,7, а там сделать 1,10, ради бога. И там вторую часть сократить, там у вас будет, например, с 10 до 15, ради бога. То есть вот такое внутреннее варьирование в вашей интерпретации вполне допустимо и возможно. Опять же, да, hörenся они радио-зендунг, и далее идут определенные темы. Темы, еще раз повторюсь, либо бытового характера, либо они завязаны на повседневной жизни школьника, и для более высокого уровня, конечно, мы затрагиваем общественно-политический формат уже. Далее сами, да, указания или сам регламент, креуцанцы beiden aufgaben, richtig, falsch, in der Sennung nicht vorgekommen, пожалуйста. То есть это вы тоже делаете, и здесь просто вот формулировки, которые встречаются в тестах, которые вы тоже можете использовать. Лексико-грамматический тест, точно так же, да, лексisch-грамматische aufgabe, тоже формулировки мы оставляем так. Да, еще раз повторюсь, что, например, задания первой части и второй части могут варьировать. И если вы решите, что в пропуске текст с пропусками должен быть не 1.12, а, например, 1.10, вы можете это сделать, но только понимать, что до 10.20 это уже будет, например, вторая часть, да, с тем, чтобы мы соблюли количество баллов и количество заданий внутри самого теста. То есть где-то вы хотите больше оттренировать, например, работу с текстом с пропусками, а где-то вы хотите оттренировать больше, да, например, вторую часть этого задания. То есть здесь свобода выбора за вами. Единственное, что просто постарайтесь оставаться в неком таком балансе для того, чтобы ребята все-таки были подготовлены и к формату, и к модели проведения самого олимпиадного тура и данного конкурса. Письмо. Metal tile. Здесь мы указываем, здесь мы даем, they have 60-minute insight. Это мы указываем здесь для ребят, которые работать будут, да, вот по программе 9-11 классов. Понятно, что временные регламенты здесь будут меняться в зависимости от того, с какой группой школьников вы работаете, с 5-ми, 6-ми классами, с 7-ми, 8-ми или уже со старшими. Вот как один из вариантов, и такие тексты, конечно, вы можете подобрать. Лингвастроновическая викторина, я уже ее прокомментировала. Это хорошее задание, вы знаете, что ребята его выполняют с удовольствием. Иногда задаются вопросы, ну что мы, это лингвастроновическая викторина, что она не учит языку. Да, мы это принимаем к сведению, но все-таки настаиваем на своем мы объясняем, что изучение языка неразрывно связано с изучением ее истории, культуры, географии и традиций. И поэтому лингвастроновическая викторина – это неотъемлемая часть любой межкультурной коммуникативной компетенции. И если мы хотим, чтобы ребята чувствовали себя комфортно в стране изучаемого языка, с тем, чтобы они ориентировались в культуре страны изучаемого языка, то, конечно, их надо все-таки ориентировать на памятные даты, на знаковые имена, которые являются очень важными для немецкоязычного социума. Иначе мы их просто, ну, в общем, лишаем такой культурной информации. Это не всегда правильно. Так, устный тур, я не буду его комментировать тоже здесь. Мы даем достаточно большое количество рекомендаций и по формулировкам тем, и по представленности регламента. Вы можете посмотреть, что «Eine Gruppe, eine Talkshow vorbereiten», и дают соответствующие рекомендации, советы для подготовки. Например, «Entscheiden Sie в этой группе, об си beiden vorgeschlagenen роли bleiben». То есть понятно, что роли могут варьировать. И может быть, возможно, введение какой-то иной роли. И так далее, и так далее. Советы, рекомендации по презентации. «Сprechen Sie möglichst frei. Аchten Sie darauf, dass jedes крупном Mitglied etwa gleich viel sagt». Вот ровно то, о чем мы с вами говорили. Да, вот минута, например, до двух минут, полторы минуты. То есть это важно очень соблюдать для того, чтобы комплексно оценить уровень сформированности межкультурной коммуникативной компетенции у участников Олимпиады. Критерии оценки. Коллеги, мы с вами тоже это уже обсуждали. И на самом деле и в рекомендациях критерии оценки все прописаны достаточно четко. И здесь мы даем тоже некоторые рекомендации, советы, если хотите, исходя из нашего практического опыта. Вот если вдруг такая ситуация возникает, если разница при оценке то или иной работы составляет более трех баллов, как поступить в этом случае? Ну вот здесь мы предлагаем свою модель и свое решение. Критерии оценки по устному туру тоже вам известны. Они также отражены в наших рекомендациях. Здесь вы видите, что мы рассматриваем уровень сформированности устной межкультурной коммуникативной компетенции также с разных сторон. Это работа и в группе, и индивидуальные достижения ваших ребят. Спасибо за внимание. На самом деле презентация вся. Я постаралась максимально пройти по тем пунктам, которые и по тем точкам, которые уже были обозначены ранее. И то, что прозвучало в ваших вопросах, которые я получала в письменном виде и на почту, и по телефону от вас. Тем не менее... Да, здравствуйте, микрофон. Так понятно, Пятигорск есть. Значит так, количество до 180 минут. Значит, мы посмотрели... Мы исходим здесь из практики. Мы исходим здесь из практики на самом деле, что чистое время, которое ребята тратят на выполнение четырех тестовых заданий и письменное задание, креативное письмо, составляет порядка 180 минут. 210 минут – это те паузы, которые вы делаете между турами. То есть на самом деле чистое время, чистое время, вот написание будет 180 минут, но если вам нужно сделать пятиминутный перерыв между различными видами заданий, и вы этого регламента будете придерживаться, естественно, у вас будет 210 минут. То есть мы не сократили само время, отведенное на выполнение этих заданий, мы просто учитываем то обстоятельство, что вы будете использовать время для перерыва или нет. Почему нет регламента на выполнение каждого задания? Можем ли мы выдавать сразу полный пакет заданий, а не по одному виду? Коллеги, мы выдаем по одному виду, я могу объяснить, почему, с чем это связано. Это логистика, потому что как только вы собираете бланки ответов по выполненному заданию, вы сразу же можете зарядить комиссию для проверки этих заданий и тем самым ускорить и оптимизировать процесс проверки самих заданий. То есть вы не теряете время на то, чтобы собрать все, потом все разложить, потом вы начинаете круглые сутки работать над заданиями. Вы можете просто, пока у вас ребята пишут следующий тур, в это же время уже осуществлять проверку, например, тестовых заданий. Вы понимаете, что они идут по ключам, и в принципе тратить на это дополнительное время мы не считаем целесообразным. К навыкам устной речи проявляются разные требования. Да. Значит, по этому странному считаю формат ток-шоу для маленьких и больших детей. Значит, формат ток-шоу – это общий формат, и вы понимаете, что он предполагает все-таки диалог и взаимодействие ребят друг с другом. И если вы не хотите делать, например, ток-шоу как таковое, но мне кажется, это не совсем тоже правильно, потому что ребята находятся вместе с нами в социуме, наверняка смотрят вместе с вами телевизор, наверняка вместе с вами знакомятся с разными форматами ток-шоу, представленными и в интернете, и на других ресурсах. И мне кажется, что этот формат им сегодня даже значительно ближе, может быть, чем некоторое время тому назад. Потому что если вы посмотрите даже телевидение немецкое, я не говорю российское, отечественное, я говорю сейчас даже о немецком телевидении, то вы увидите, что это один из самых распространенных форматов. И, конечно, ребятам нужно тоже готовить к тому, что да, теперь общаемся мы так. Так, творческая работа как в середине рассказа не соответствует уровню языковой компетентности. Да, мы понимаем, о чем вы здесь говорите, но нужно соблюдать один такой простой момент. Речь идет о том, что мы готовим ребят к модели проведения Олимпиады и к модели проведения регионального этапа, заключительного этапа и вообще интеллектуальных состязаний. И дело в том, что вот вписать середейный рассказ, конечно, это можно сделать в более упрощенном варианте. Здесь важно, чтобы ребята знакомы были с моделью, то есть они знали, как работать, что от них потребуется при выполнении того или иного задания. Так, коллеги, наверное, все. У меня больше я вопросов не вижу. Спасибо еще раз вам большое за вопросы, за участие. Я надеюсь, что сегодняшняя встреча была для вас небесполезной. И очень надеюсь на обратную связь. И, конечно, желаю только удачи вам, вашим ребятам. Ну а самое главное – здоровья и хорошего настроения. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...